Про копирование и кисарение мозга. Война с готами. Книга первая. Первый абзац десятой главы. Тогда Велизарий установил следующий порядок для проникновения в город. С наступлением ночи, отобрав около 400 человек и поставив во главе их магна, который командовал всей конницей и начальника Энна, он велел им всем надеть панцирь, взять щиты и мечи и ожидать. То есть дальше будет описана такая ситуация, когда они по канализационным трубам фактически лезли в город. И так случилось, что в доме какой-то престарелой женщины, у которой там уже все обвисло и обвалилось, они вылезли. И угрожая этой женщине, что ее зарежут, они вот там повылазили и вот так, так сказать, влезли в город. Ну что ж, бывает. А еще они, соответственно, чтобы те, кто охраняли город, не заметили такое проникновение, перед этим устроили с руководством города фейковые переговоры. Тоже, соответственно, бывает. Так ведут себя, в общем-то, византийцы и византийствующие. Когда, ну как бы, переговариваясь о мире, на самом деле готовят все к войне или к уничтожению, или еще к чему-нибудь достаточно нехорошему для тех, с кем переговариваются. Поэтому это, так сказать, наука всем тем народам, которые будут иметь дело с византийствующими. Кстати, у Византии гербом был двуглавый орел, который себе кое-кто перенял. Кое-кто, кто считает себя не просто, так сказать, вором чужой геральдики, но кое-кто, кто считает себя неким преемником Византии, неким Третьим Римом. Что такое никакая Византия, никакой Третьим Рим не планировала, ну да ладно. Это этим людям не интересно. А вот мне интересно, что тут один из крупных военачальников в этой войске имеет имя Магн. Имя, в общем-то, которое, вероятнее всего, является германским. И это тоже некий показатель о том, насколько же уже много не римлян и не греков составляли, в общем-то, византийскую армию. Да, наверху там типа Велизарий, который типа грек, типа греко-римлянин вот этот. Да, там есть Юстиниан, который типа тоже византиец, но на самом деле фракиец, а может даже и славянин. Ну вот так вот. Вот так и жила Византийская империя, где византиец это кто угодно. Это кто угодно со всех буквально конечностей империи. Ну и, соответственно, они все влезли в Неаполь. И там, в общем-то, многих людей порезали. Интересен абзац 29. Так как стража обратилась в бегство, тут произошло страшное избиение. Все, охваченные гневом, особенно те, у которых брату или родственнику суждено было погибнуть в битве под стенами, избивали всякого попадавшегося именно встречу, не щадя возраста. Врываясь в дома, они обращали в рабство детей и женщин, грабили. Особенно отличились массагеты, которые не чтили даже храмов и многих бежавших туда, захватывали в плен, пока Велизарий, повсюду проходя, не запретил таких насилий и, созвав всех, не произнес следующее. Ну и дальше опять будет речь. Одна из тех, которые любил описывать Прокопий Кесарийский. И опять же, одна из тех, которая маловероятна, что ее свидетелем Прокопий Кесарийский, в общем-то, непосредственно был. А значит, он ее выдумывает. Пастор, который, как я раньше рассказал, внушал народу безумную решимость, когда увидел, что город взят, был поражен ударом и внезапно умер. Хотя раньше он не хворал и не испытывал ни от кого никакой другой неприятности. А Асклепиодот же, который действовал в этом деле совместно с пастором, с оставшимися в живых знатнейшими лицами, перешел к Велизарию. Это у нас абзацы 38-40. Издеваясь над ним, Стефан обратился к ним с таким бранным словами. Смотри, негоднейший из всех людей, какое зло причинил... Ну, в общем, дальше тут будет то, что, типа, то они воевали на одной стороне, теперь они, типа, будут воевать на другой, они такие верные. Ну, вот такие вот предатели всегда пытаются выдать себя за суперверных, поэтому византийское, так сказать, воинство пополнилось... пополнилось братьями по разуму, в общем-то. Такими же, как и Велизарий, такими же, как и все эти остальные деятели. Склонные к убийству, к вранью, к всякой подлости. Я вот это все читаю, и я понимаю, что это, в общем-то, пропаганда еще. Это, в общем-то, ну, не знаю, это не готы писали какое-то повествование о бесчинствах Велизария. Это, в общем-то, писал Прокопий Кесарийский. Тут он, как мог, старался превознести свой народ. Тут он, как мог, старался приукрасить деятельность Велизария и всей этой компашки. Так возникает вопрос, а что он мог бы рассказать? Хотя, да, есть так называемая тайная история за авторством того же Прокопия Кесарийского, где он кое-что рассказывает из того, что мог бы рассказать. Но то, скорее, уже он за что-то отомстевает именно конкретным деятелям, именно конкретным, так сказать, своим знакомым. А что он мог бы рассказать, если бы он, в общем-то, о византийцах того времени попытался бы рассказать, не говорю даже в негативном ключе, но хотя бы в справедливом ключе, если бы он по-настоящему попытался рассказать, чем они тогда занимались, насколько в то время они были, по сути, падшие. Ну, ладно. Готы, которые были в Риме и в его окрестностях, уже раньше крайне изумлялись спокойствию Теодата, что, несмотря на близость неприятелей, он не хочет вступать с ними в сражение. И у них было сильное подозрение, что он сознательно хочет предать дело Готов императору Ястиниану, и что он заботится только о том, как бы ему жить спокойно, собрав, возможно, большее богатство. Когда же до них дошло известие, что Неаполь взят, то они, открыто упрекая его во всем этом, собрались в местечке, отстоящем от Рима на расстоянии 280 стадий, которое римляне называют Регетто. Им показалось, что здесь лучше всего стать лагерем, так как два, тут была большая равнина для прокорма коней. Тут протекала река, которую местные жители по-латински называют Дециновиум. Так как она, пройдя в своем течении... В общем, это вообще не надо. Так или иначе, тут упоминается даже Церцея, которая по одной из версий имела какое-то отношение к той местности. Хотя по-настоящему она имела отношение к Северному Причерноморью. Ну ладно. Пять. Когда готы собрались к Регетти, то они выбрали себе италийцем королем Витигеса. Человека, родом незнатного, но раньше очень прославленного в битвах, около Сирмия 6. Тогда, когда Теодорих вел войну с гипидами, услышав об этом, Теодат быстро решил бежать и направился в Равенну. Но Витигес со всей поспешностью отправил одного из готов Аптариса, поручив ему привезти Теодата живым или мертвым. 7. У этого Аптариса были с Теодатом дурные отношения, вот по какой причине. Аптарис сватался за одну девушку. Ну это тоже вообще фигня, которая не имеет отношения, так или иначе. Суть в том, что у этого деятеля был на Теодата, так сказать, зуб. А дела эти все происходили около 5 декабря 536 года нынешней эры. Витигес вместе с бывшими с ним готами вступил в Рим. Он с удовольствием узнал о постигшей Теодата судьбе, а его сына Теодегиско заключил в тюрьму. Так как он увидел, что у готов ничего не приготовлено для войны, то он счел более благоразумным сначала пойти в Равенну и, организовав там все возможное, лучше затем уже начать войну. Созвав всех готов, он сказал следующее. Великие подвиги, дорогие товарищи по оружию, надо хотеть совершать не случайной удачей, благодаря подвернувшемуся обстоятельствам, а на основании благоразумно доставленных планов. Часто вовремя проявленная медлительность больше приносит пользы, а не вовремя показанная стремительность многих погубила. То есть, ну опять такая вот речь, где он опять типа воодушевляет и нравоучает, и это все в стиле Прокопия Кисарийского. Такое впечатление, что речи для всех, для готов, для персов, для вандалов, для всех буквально пишет один и тот же человек. Если бы попытаться придумать какую-то комиксачью фэнтезию, можно было бы придумать, что это Прокопий. Сначала бегает, устраивается на работу ко всем этим деятелям, писать им, соответственно, речи, а потом, соответственно, пишет свою историю. Но такую фигню можно не придумывать, можно пойти проще и просто сказать, что Прокопий выдумывает эти самые речи, возможно, опираясь в действительности на каком-то описании. В действительности он мог так или иначе получать сведения, что вот тот или иной предводитель что-то своим сказал, и вот на что-то их, так сказать, сподвигал, и дальше уже Прокопий пытается придумать, что же он им мог сказать, учитывая то, на что в результате он их сподвиг. Ну, теоретически, теоретически логика в этом кое-какая есть, однако все равно это во многом литературное произведение именно самого Прокопия, которое не имеет никакого прямого отношения, решения, в общем-то, к, не знаю, к истории, к хронологии, к какой-либо достоверности. 26. Так сказал Витигес. Все готы одобрили его решение и стали готовиться к отправлению. После этого Витигес обратился с горячим убеждением к епископу города Сильверию, к римскому сенату и народу. Он напомнил им о времени правления Теодориха и усиленно советовал им относиться дружественно к племени готов. Затем, сверх всего, обязав их самыми страшными клятвами, отобрав не менее 400 тысяч человек и поставив над ними начальником Левдериса, человека зрелого возраста и пользовавшегося великой славой за свой разум, с тем, чтобы он охранял для них Рим, распорядился так. Он остальным войском двинулся на Равену, имея при себе в качестве заложников очень многих сенаторов. 27. Когда он прибыл туда, он против ее воли взял себе в жены Матазунту, дочь Амалазунты, бывшую уже взрослой девушкой, чтобы этим родством с родом Теодориха сделать более крепкой свою власть. Затем он отовсюду собрал всех готов, всех их переписал и распределил по порядку, раздав каждому из них, согласно списку оружия, коней. Только тех готов, которые охраняли Галию из страха перед франками, он не мог вызвать. Эти франки в древности назывались германцами 29. Где они вначале жили и каким образом пришли в Галию и как они стали врагами готов, я сейчас расскажу. Да, все про копий кессарийский знает. Корни в этом имени практически как в имени Святовитха и одновременно отчасти как в имени Радегаста. И в том и в другом случае имя состоит из двух частей, из двух корней. И тут так же само, корень Вит и корень Гис сокращенно от корня Гаст. По сути, в славянском варианте это имя звучало бы как Витегаст. Так что имя практически славянское. Только в небольшом диалектическом таком искажении. Хотя, может быть, искажение возникло не вследствие того, что готы что-то не так произносили, а вследствие того, что римляне что-то не так записывали. Такие вот дела.